Каким будет дальнейшее развитие Совета Сотрудничества Тюркоязычных стран, мы обсудим с экспертом из Узбекистана Фарходом Талиповым, директором Негосударственного научного учреждения «Караван Знаний». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как вы думаете, какие все-таки вызовы сегодня стоят перед Тюркским Советом и в целом, как вы видите дальнейшее развитие и перспективы организации? Ну, прежде всего, позвольте сказать, что Тюркский Совет, он, в общем-то, в разные годы по-разному и назывался, но фактически с 90-х годов постепенно набирает, как говорится, свои обороты. Турция, в общем-то, была первой страной в мире, которая признала независимость центрально-азиатских стран, в частности, и, собственно, инициировала этот процесс. И Узбекистан, в частности, и другие центрально-азиатские государства были участниками этого процесса. Он, конечно, имел разную динамику в разное время, и фактически в настоящее время, можно сказать, с вторичным уже вступлением после некоторого перерыва Узбекистана в этот Тюркский Совет, можно сказать, началась такая новая динамика, новая страница открылась в истории Тюркского Совета. И то, что эта группа государств, входящих в Тюркский Совет, постепенно усиливает сотрудничество в рамках этой организации, свидетельствует, например, такие, скажем, шаги, которые были предприняты в рамках этой организации, как создание или разработка такого концептуального документа под названием «Видение Тюркского мира 2040», то есть 2040 год, то есть уже, собственно, само название этого концептуального документа говорит о том, что Тюркский мир, если так говорить образно, уже, как говорится, строит свои планы сотрудничества или нацелена на аж вот 2040 год. И в рамках этого объединения очень, в общем-то, много различных направлений сотрудничества осуществляется. И в этом смысле, конечно же, успехи Тюркского Совета очень впечатляют. В частности, например, обсуждается создание даже специальной экономической зоны в рамках Тюркского Совета, предполагается развитие сотрудничества в образовательной сфере, культурной сфере и так далее. Узбекистан, например, предлагал и инициировал создание инвестиционного банка, банка развития Тюркского Совета. В общем-то, все это говорит о том, что Тюркский Совет набирает обороты. И я думаю, перспективы этой организации довольно-таки серьезные. Но в то же время, конечно же, тут из-под воль, как говорится, присутствуют и иные факторы в развитии данной организации. В частности, как мы это часто, вот, эксперты обсуждаем, геополитические аспекты. Как говорится, не без этих аспектов происходит, в общем-то, развитие Тюркского Совета. Вот как раз таки, да, о вкладе стран-участниц. Скажите, вот, к примеру, вот, усиление единства тюркоязычных стран. Вот как председательство Азербайджана тоже вот повлияло на развитие организации, как по-вашему? Я думаю, только лишь позитивно, потому что, собственно говоря, знаете, с Тюркским Советом или даже без Тюркского Совета, сами народы тюркоязычные, это и Турция, и Азербайджан, и четыре центрально-азиатские государства, собственно, их объединяет всегда вот это культурное начало, да, единство или близость культур, языковая близость, религиозная близость, историческая близость. В этом смысле, конечно, создание тюркского мира легло как бы на вот эту почву, можно сказать, благородную или благодатную, точнее, почву, которая была удобрена именно вот этим историческим, культурным фактором. И, естественно, поэтому для того, чтобы развивать сотрудничество в рамках Тюркского Совета, каких-то особых сложностей и не пришлось преодолевать, взаимопонимание между государствами тюркского мира очень... А каких итогов вот все-таки удалось достичь вот в этом году, все-таки подходит к концу председательства Азербайджана, да, в Совете? Ну, очень успешным был саммит, который состоялся в марте, последний день марта этого года. Вот и в ходе этого саммита как раз и были предложены те инициативы, которые я выше озвучил. И я думаю, это тоже является важным шагом в развитии тюркского мира. Сами вот названия тех инициатив, которые я выше озвучил, например, «Видение тюркского мира-2040» и другие говорят о вот этих поступательных движениях тюркского мира. Этот саммит был действительно очень успешным. Ну, надеюсь, предстоящий саммит осенний будет таким логическим продолжением, что ли, того, что было наработано вот до сих пор. Вот, кажется, как раз-таки говоря о саммите, глава государства отметил, да, президент Азербайджана, что Зангизурский коридор, он объединит весь тюркский мир. Вот какие перспективы открываются для тюркского мира, как говорится, вот эти масштабные проекты, которые сейчас проводятся на освобожденных территориях нашей страны? Да, причем эти различные проекты, включая такие, как транспортные коридоры, газопроводы, нефтепроводы, железные дороги и так далее. И, собственно, их перспектива, перспектива этих проектов для центрально-азиатских стран, для Азербайджана, Кавказских стран и Турции вместе взятых была довольно-таки очень серьезная. Потому что она символизировала, во-первых, собственно, внешнюю ориентацию на мировые рынки этих государств, их независимую политику. И, собственно, с другой стороны, их заближение и сотрудничество, поиск альтернативных маршрутов, диверсификация внешнеэкономических связей. Все это, конечно, естественный результат перехода на независимое развитие, на рыночные рельсы и так далее. И, конечно, вот в этом контексте Тюркский совет, конечно же, является особым фактором, который, помимо чисто экономических каких-то таких идей или проблем диверсификации, привносит с собой еще и культурное начало, культурную и историческую близость этих народов. Спасибо вам огромное. Благодарю вас. Я напомню, мы говорили о дальнейшем развитии Совета тюркоязычных стран с экспертом из Узбекистана Фарходом Талиповым, директором Негосударственного научного учреждения «Караван Знаний». Субтитры создавал DimaTorzok